Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы с вами потренируемся в продолжении диалога. На лекции чтения мы с вами потренируемся в подборе правильного по смыслу слова в тексте и также попробуем найти ответ на вопрос, о чём говорится в тексте. Давайте переведём диалог на русский язык. Итак, нам нужно с вами дополнить диалог одним из четырёх вариантов. Давайте посмотрим на предложенные варианты. Номер один, 고마워요, спасибо. Номер два, 아니에요, нет, но в смысле как «ничего страшного». Номер три, 죄송해요, извините. Номер четыре, 부탁해요, прошу. Итак, если нам говорят, ныжёсомьяныя, извините за опоздание, что нужно сказать? Ничего страшного. Чонгдап, правильный ответ номер два, 아니에요. В русском языке мы обычно говорим «ничего страшного» или «ну ничего, что опоздали, я вас долго не ждал». Но в корейском языке обычно говорят « 아니에요», можно ещё добавить «괜찮아요». Давайте запомним, если нам говорят «ныжёсомьяныя», то можно ответить просто « 아니에요». Слово «бутак해요» переводится как «просить», «я вас прошу». Например, «я вас прошу позвонить». «Дёна путак해요», «прошу позвонить». 5번 «Давайте переведём на русский язык». «Давайте переведём на русский язык». «Приходите в следующий раз». Итак, давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Какой же можно выбрать, чтобы закончить диалог? Номер один. «Мияныё» – «извините». Номер два. «Гинчанаю» – «ничего». Номер три. «Йоги андисеё» – «садитесь здесь». Номер четыре. «Аня не кисеё» – «до свидания». Итак, если нам говорят «таме тоусеё» – «приходите в следующий раз ещё». Обычно мы прощаемся. «Чонгдап». Правильный ответ номер четыре. «Аня не кисеё». В корейском языке «до свидания» можно сказать в двух разных вариантах. Можно сказать «Аня не кисеё». Мы это переводим как «до свидания», но дословный перевод будет как «хорошо оставаться». «Хорошо вам оставаться». То есть обычно, когда вы говорите «Аня не кисеё», это значит «вы куда-то выходите», а собеседник остаётся. Второй вариант. «Аня не кисеё». «До свидания». «Аня не кисеё». Что означает «хорошего пути», «хорошего вам пути». Мы это говорим в случае тогда, когда собеседник куда-то уходит. Тогда мы говорим «Аня не кисеё». 6. «ГОГИ КИМ СУМИ СЩИ ЧИБИ ЗИЁ». Давайте переведём на русский язык. «ГОГИ КИМ СУМИ СЩИ ЧИБИ ЗИЁ». Нам нужно закончить диалог из четырёх вариантов. Номер 1. 네, крондаю? Да, что вы хотели? Номер 2. 네, 알겠습니다. Да, понял или поняла? Номер 3. 네, 여기 있어요? Да, здесь есть. И номер 4. 네, 들어오세요? Да, проходите. Итак, вам звонят и говорят, Обычно, что нужно ответить? Да, либо нет. Чонгдаб. Получается правильный ответ. Номер 1. 네, крондаю? Да, а что вы хотели? По-русски, а что вы хотели? Звучит как бы иногда не очень вежливо. И по-корейски, они не говорят, что вы хотели. Обычно говорят, 그런데요. Но переводится это как да, но. И в скобках, как бы есть под смысл, что бы вы хотели. 15번. 이 식당은 뭐가 맛있어요? 이거 한번 드셔보세요. И так, нам даны 4 рисунка. После того, как мы послушаем диалог, нужно будет выбрать рисунок, который подходит по смыслу с диалогом. Давайте вместе переведем на русский язык. 이 식당은 뭐가 맛있어요? В этом ресторане какое блюдо вкусное? 이거 한번 드셔보세요. Попробуйте вот это. 여기 오면 저는 항상 이걸 먹어요. Я, когда сюда прихожу, всегда это ем. Итак, нам нужно выбрать правильную картинку, которая по смыслу относится к диалогу. Для этого давайте вместе разберем диалог. Сначала говорит мужчина. Он спрашивает, в этом ресторане какое блюдо вкусное? Это означает, что мужчина и женщина в ресторане. Мужчина-посетитель. Давайте обратим внимание на рисунки. На третьем и на четвертом рисунке, если вы обратите внимание, мужчина и женщина в ресторане. И на обоих рисунках мужчина-это посетитель. Теперь давайте посмотрим, что же ответила женщина. Она отвечает, попробуйте это блюдо. Когда я сюда прихожу, я всегда это ем. То есть женщина тоже посетитель, и она показывает на блюдо. Скорее всего, должно быть там либо меню, либо картинка. Если вы посмотрите на рисунки 4, как раз женщина показывает на меню. 정답. Получается правильный ответ номер 4. 16번. 안경을 쓰고 거울 한번 보세요. 어떠세요? 안경을 쓰고 거울 한번 보세요. 어떠세요? Давайте переведем диалог на русский язык. Ан경을 쓰고, оденьте очки. 거울 한번 보세요. И посмотрите в зеркало. 어떠세요? Как вам? 좋아요. Хорошо. 아주 마음에 들어요. Мне очень нравится. Чтобы найти правильный рисунок, давайте обратим внимание на диалог. Итак, мужчина говорит, оденьте очки и посмотрите в зеркало. Это означает, что на рисунке женщина должна быть в очках и должно быть в зеркало. На рисунке номер 3 женщина в очках и мужчина держит зеркало. Затем женщина отвечает, хорошо, мне очень нравится. 정답. То есть нам подходит по смыслу к диалогу рисунок номер 3. Давайте для начала переведем текст на русский язык. 저는, я, 다음 주에, на следующей неделе, 새チебуру 이사합니다. Переезжаю в новый дом. 그래서, поэтому, 오늘, я сегодня, 제 물건을 정рес습니다. Я разобрал или я разобрала свои вещи. 먼저, сначала, 필요 없는 물건들을, ненужные вещи, 상자 안에 넣었습니다. Я положила в коробку. Получается, сначала, я положил или положила ненужные вещи в коробку. 그런데, но, 그 중에는, среди них, 한 번 쓰지 않은, 새 물건이 많았습니다. Было много вещей, каких, 한 번 쓰지 않은, которыми я ни разу не пользовался или не пользовалась. 앞으로는 впредь 기억 불건만 사용합니다. Впредь нужно будет покупать только 기억 вещи. Итак, нам нужно с вами выбрать слово, которое по смыслу подходит и закончить предложение. Давайте посмотрим на четыре варианта. Номер один. 필요한, нужный. Номер два. 새로운, новый. Номер три. 종리한, сложенный. Номер четыре. 사용한, использованный. Предложение у нас звучит так. 앞으로는 기억 물건만 사용합니다. Впредь нужно будет покупать только какие вещи. Этот человек говорил о том, что у него были вещи, которые он ни разу не одевал или не пользовался. получается, что вещи должны быть какими? Нужными. 정답. Правильный ответ номер один. 필요한. И у нас получается с вами предложение. 앞으로는 впредь 필요한, бульгон만 사용합니다. нужно будет покупать только нужные вещи. Итак, следующее задание к тексту. Нам нужно выбрать правильное по смыслу предложение. Чтобы это сделать, давайте еще раз посмотрим на текст и выделим ключевые слова. Ключевые слова будут такими. 다음 주 на следующей неделе 이사합니다. Переезжаю. 오늘, сегодня 물건을 정리했습니다. Я разобрал или разобрала свои вещи. 필요 없는 물건들을 ненужные вещи в коробку. Ключуне среди них все бульгони манасым니다. Было много новых вещей. 필요한 бульгон манасая гасым니다. Буду покупать только новые вещи. После того, как мы с вами выделили ключевые слова, нам будет легче найти правильный ответ. Давайте сначала переведем все четыре варианта на русский язык. Номер один. 집에 새 물건들이 많이 필요합니다. Дома нужно много новых вещей. Номер два. 저는 오늘 새 집에 이사를 왔습니다. Я сегодня переехал или переехала в новый дом. Номер три. 저는 필요 없는 물건을 정리했습니다. Я сегодня разобрал или разобрала ненужные вещи. Номер четыре. 상자에 많이 쓰는 물건들이 있습니다. В коробке вещи, которыми часто пользуются. Итак, если мы вспомним наши ключевые слова, то сегодня этот человек разобрал ненужные вещи. 정답 правильный ответ номер три. 저는 필요 없는 물건을 정리 했습니다. Давайте переведем текст на русский язык. 저는 한국에 온 지 1년 되었습니다. 1년 되었습니다. Прошел год. Как что? 저는 한국에 온 지. Как я приехал или я приехала в Корею. 가끔 иногда 고향이 생각이 날 때는 когда я скучаю пародини 서울 타워에 올라가서 я иду на сеульскую 바шню 밤 경치를 봅니다 и смотрю на вечерний пизаж. 서울 시내 는 기억 центр 시ула 기억 밤 경치가 아름답습니다. вечерний пизаж красивый. 그리고 이 서울 타워에 갔다 오면 если сходить на сеульскую башню 마 ам 두 каб 요지 고 то и на душе легче и кибун 두 чу азим ни да настроение улучшается. Давайте в этом тексте немножко сначала пройдем грамматику. Итак, нам встретилось кибун ду чу азим да то есть мы слышали тоже тоже но по-русски переводится как и и допустим я люблю и дождь и снег тогда по-корейски это будет звучать как пиду нунду чуамни да я люблю и дождь и снег но если вы хотите сказать что вам не нравится тогда можно можно так же сказать до до но по-русски это будет переводиться как не то есть мне что-то не нравится не это не нравится не то звучит это так пиду нунду сирамни да я не люблю ни дождь ни снег очень часто в корейских текстах попадается слово пуктябхада пуктябхада по-русски переводится немножко сложно потому что у него несколько значений можно перевести как сложный переполненный если вы говорите о дороге допустим дора пуктябхада то переводится как пробка можно также перевести как тесный перегруженный если вы говорите например о городе или каком-то месте то многолюдный то есть когда вы видите в тексте слово пуктябхада обратите внимание на предложение или на смысл текста чтобы правильно его перевести теперь давайте перейдем к заданиям итак из четырех вариантов нам нужно выбрать такой чтобы закончить предложение предложение у нас было давайте посмотрим на четыре варианта номер с 43 номер всё words итак знак итак Сеула многолюдный пейзаж красивый Я думаю, что вы уже сами нашли верный ответ. Это номер три. Давайте теперь полностью посмотрим, какое получилось предложение. Центр Сеула многолюдный, но вечерний пейзаж красивый. Теперь нам нужно найти в этом задании предложение, которое подходит по смыслу с текстом. Давайте выделим для этого ключевые слова. Ключевые слова в этом тексте будут такие. 한국, Korea, 언제 일 년? Приехал в Корею год. Гухян сэнгак, думаю о родине. Сауль тауэ оллакасао. Иду на сеульскую башню. Памгюнгчирэль помнида. Смотрю на вечерний пейзаж. Сеул, вечерний пейзаж, очень красивый. Получается в Сеуле красивый вечерний пейзаж. Сауль тауээ каттаумян. Если сходить на сеульскую башню, На душе легше, кибунду чуазимнида. Настроение улучшается. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта предложенных ответов. Номер один. Сауль тауээ касао памгюнгчирэль помнида. Ходит на сеульскую башню, чтобы посмотреть ночной пейзаж. Номер два. Гухян сэнгаги намнён. Сауль тауэрэль помнида. Ходит на сеульскую башню, когда скучает по родине. Номер три. Сауль тауээ камён гухян сэнгаги намнита. Когда ходит на сеульскую башню, то скучает по родине. Номер четыре. Чо нэн, иль нён чо нээ Сауль тауээ гасымнида. Я ходил или я ходила на сеульскую башню один год назад. Итак, по ключевым словам получается, что этот человек ходит на сеульскую башню, когда скучает по родине. Чо нэн, иль нэ, иль нэ Сауль тауэрэль помнида. Давайте для начала переведём на русский язык. Че га урюсэль те, когда я был или была маленьким или маленькой, урюцеп кэнчоэ и нэн нэн возле нашего дома, 작은 сэзанэ, маленький рынок, 자주 хасымнида, часто ходила. Получается, когда я был маленьким, я часто ходил на маленький рынок возле нашего дома. Киёг, пэкхва жоми сэнгин фуээ нэн, после того, как появился универмаг, кэ сэзанэ ка занасымнида, я не ходил или я не ходила на этот рынок. Онырэн сегодня, орын манэ, впервые за столько времени, кэ сэзанэ га богу манни ноласымнида, я пошёл или я пошла на этот рынок и очень удивился или удивилась. Сэзанэ на рынке, ка гэга манку, много лавочек, сальсоэнэ мульгонду та янэсэннэдэ и можно было купить разнообразные вещи. То, ажумонидэри, так же женщины, 맛있는 음식을 만들어서 готовили, 팔고 있었습니다 и продавали вкусную юду. Аппыру, впредь, цип кэнчёэ сэчянэль, рынок возле дома, чаджо и юнхагирэ сэмнида, я решил ходить. Получается, впредь я решил или решила часто ходить на рынок возле дома. Давайте сначала посмотрим на лексику в этом тексте. Оринманеда переводится как в течение долгого времени, либо давно, в смысле как давно не виделись. Оринманэ мы переведём немножко по-другому, будет звучать по-русски как впервые за столько времени. Мульгон переводится как вещи, но по смыслу это может быть и одежда, и посуда, и какие-то товары. Теперь давайте посмотрим на задание. Нам нужно выбрать один из четырёх вариантов, и это слово нужно ставить предложение так, чтобы оно было законченным по смыслу. Наше предложение было таким. Киок, пикказо ми сэнгин фуэнэн, после того, как появился универмаг, кэси чанэ касяна сэмнида, я не ходил или не ходила на этот рынок. Давайте посмотрим на варианты. Номер один. Крысо, поэтому. Номер два. Крыгу, и. Номер три. Кронде, но. Номер четыре. Кроника, поэтому, либо так как. Итак, у нас идут слова, которые связывают предложения вместе. Чтобы понять, какое слово правильное, нужно посмотреть на предыдущее предложение. А предыдущее предложение у нас было таким. Че гао рёсэль те, когда я был маленьким. Чип кэнчёйэ и нэн, чагэн сэзанэ, чаджук асэмнида, я часто ходил на маленький рынок возле нашего дома. После того, как появился универмаг, на этот рынок человек уже не ходит. То есть связка идёт как бы противоречия. Раньше было так, но стало по-другому. Чонгдаб, поэтому правильный ответ номер три. Крыгонде, но. И у нас получается такое предложение. Крыгонде, пикважёми сэнгин фуэ нэн, кэссиўанэ каўна сэмнида. Но, после того, как появился универмаг, я не ходил или не ходила на этот рынок. В этом задании нам нужно выбрать правильный по смыслу ответ. Давайте посмотрим на ключевые слова текста. Орёсэль тэ, когда был маленьким. Сиўанэ ка сэмнида, на маленький рынок ходил. Пикважёми сэнгин фуэ, после того, как появился универмаг. Каўэ анасэмнида, не ходил. Орэн манэ, кы сиўанэ ка пугу. Впервые за столько времени я пошёл на этот рынок. И там сэўан каўээ га мангку, много лавочек. Бульгонду тэнянь есэмнида. И были разнообразные вещи. Азюму нидыри, женщины. Баси нэн умси гэл мандыра со пайгу. Готовили и продавали вкусную еду. Аппру, впредь, сэўанэл чаўжу и ёнхагиро есэмнида. Я решил часто ходить на рынок. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Чо нэн ицэээ сиўанэ чаўу каўрёго хамнида. Я теперь часто собираюсь ходить на рынок. Номер два. Бульгонээ саўанэн азюмуниды ри ванасымнида. Много было женщин, покупающих вещи. Номер три. Сиўанэ сэнгігі чо нээ, до того как появился рынок, пэгкваўамэ чаўу каўсымнида. Я часто ходил или ходила в универмак. Номер четыре. Чо нэнэн до этого каўгі га манасао было много лавочек, бульгон саўгі га пьёнысымнида. И было удобно покупать вещи. И так, по ключевым словам мы уже с вами определили, какой ответ верный. Чо нэнэн ицээ сиўанэ чаўукарёгу хамнида. Сегодня на лекции аудирования мы с вами научились находить ответ на вопрос в диалоге. А также прошли некоторые выражения, которые употребляются вместе. А именно в корейском языке будет вежливо, если ответить «а не ёо» на фразу «ныжасо миа не ёо». Сегодня на лекции чтения мы с вами попрактиковались нахождение главных по смыслу слов в тексте. Делать текст более коротким по смыслу, а затем отвечать и на вопросы к тексту, и дополнять текст нужными словами. Спасибо и всего вам хорошего!